Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Недавно в сети прошел слух, что Юлия Ефременкова попала в больницу с травмами от рук Сергея Кучерова. Эти слухи подтвердились. В эфире показали ссору ребят, во время которой Сергей сильно толкнул Юлию и она ударилась головой о лестницу. Татьяна Владимировна Африкантова накваливает нового парня Марины. Она пишет, что Роме Капаклы вовсе не 18 лет, он ровесник Черкасову и к тому же очень симпатичный парень. Марина же не хочет объявлять себя с ним парой. Она думает, что Рома не тот человек, который может сделать ее по-настоящему счастливой. Такой счастливой, когда ты не ходишь, а порхаешь по воздуху, он пишет Марина. Также, по слухам от Африкантовой старшей, Марину и Рому отправляют на поляну по решению организаторов. Саша Черно переживает из-за того, что она не нравится родителям Иосифа Аганесяна. Их не устраивает то, что у Саши было трое мужчин до Иосифа. Также они считают ее невоспитанной, вульгарной и не видят в девушке будущую невестку. Сергей Захаряш и Лилия Четрару помирились. Сергей продолжает воспитывать девушку. Он поехал с Никитой Шалюковым в ночной клуб, несмотря на запрет Лилии. Майя Донцова травмировала ногу. Я выходила из подъезда, пишет она, и подскользнулась на мокрой лестнице. Но это не перелом, а просто порваны связки. Алексей Купин купил себе автомобиль за 2,5 миллиона рублей. Это Мерседес черного цвета. Красивый, комфортный, быстрый и стильный, рассказывает Алексей. Я всегда отдавал предпочтение только этой марке. Аида Бабаева примерила на себя тату рукава, и теперь она думает, не сделать ли ей настоящую татуировку. Посоветуйте, какую и где, спрашивает девушка. Маша Адоевцева обвенчалась с мужем. Мы шли долго к этому через препятствия и разные искушения, но все же дошли. Ирина Пинчук участвует в международном конкурсе «Улыбка вселенной». Победитель получит денежный приз в размере 2000 рублей. Черно и Кучеров раскрыли тайну Ольги Рапунцель. По их словам, у девушки серьезные проблемы со здоровьем. У нее непроходимость маточных труб. И якобы стать мамой Рапунцель сможет только с помощью суррогатной матери или после усыновления чужого малыша. Экс-участник «Дома-2», бывший молодой человек Катя Колесниченко Филипп Алексеев публикует снимки своей жены и дочери. Девочке исполнилось два года. Ксения Бородина показала свои детские фотографии. Когда Бородиной исполнился год, ее родители развелись. Ее мама вышла замуж и уехала в Италию. Ксению уже в Москве воспитывали бабушка и дедушка. Поклонники сошлись во мнении, что младшая дочка Бородиной Тиона очень похожа на маму. Элина Камерен записывает песню и она обещает, что она будет в разы лучше, чем все хиты Ольги Бузовой вместе взятые. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на ютубе и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры «Дома-2» на канале ТНТ. Субтитры подогнал «Симон»!